Добрый день! Меня зовут Андрей Мартынов. Мы вновь возвращаемся к теме конспирологии. Я это называю конспирологией. И время от времени мне удается приглашать серьезных людей, которые рассказывают, что на самом деле конспирологии никакого не существует, все гораздо проще и рациональнее в мире больших денег и в мире большой политики. Нефть, деньги, будущее человечества. Мы обсуждаем сегодня с Андреем Коноплянником. Андрей Александрович, добрый день! Добрый день, Андрей Владимирович! Андрей Коноплянник – профессор, советник генерального директора «Газпромэкспорта». «Газпромэкспорт» – это та самая организация, которая… Экспортирует российский газ под рукопроводом, является, соответственно, дочерней компанией «Газпром». И, в общем-то, за те рекордные поставки, которые мы наблюдали в этом году, в частности, Европу, вот как раз наша компания отвечает, она ее реализует. А я занимаюсь там взаимоотношениями с европейским… Ну да, страна Советов же, да, все мы же вышли оттуда. Вот, развязыванием тех проблем, которые у нас возникают между Россией и Европейским Союзом, поскольку Европа – это основной рынок для сбыта нашего газа, и сегодня, и завтра, и вчера было. Вот, и там те проблемы, которые возникают, они имеют для нас слишком большое значение, чтобы допускать их возникновение. Поэтому я постараюсь там, где можно, эти проблемы, соответственно, купировать, что называется, в зародыши своими советами. «Молодые поколения ожидают, когда же, наконец, закончится эра нефти и газа? Она началась-то всего 100 лет с хвостиком, там, 125?» Ну, в общем, она началась где-то в середине XIX века, причем началась с медицины. Нефть сначала продавалась в аптеках, как некое лекарство. Вот, потом, соответственно, керосиновые лампы. Значит, нефть стала, значит, продуктами переработки, керосин, стал осветительным продуктом. Никто, соответственно, не думал о том, что есть там какие-то другие фракции, перегонки нефти. Потом мы собрали двигатель внутреннего сгорания и открылся новый сегмент рынка. Это уже бензин, это уже газоль дистоплива. А потом открылись новые сегменты рынка, когда выяснилось, что она еще ценна химическое сырье, и пошла нефтехимия. То есть, сферы использования нефти, они все больше и больше расширяли спектр возможного производителя использования этого продукта. И, как водится, значит, когда луна становится полной, она начинает убывать, стали на каком-то, значит, промежутке времени возникать опасения, что для расширяющегося спроса на нефть может не хватить тех ресурсов нефти, которыми располагает человечество. И возникла эта теория, так называемой, пиковой нефти, что, соответственно, рост народного населения, рост экономический, соответственно... Когда эти страхи возникли, что нефть кончится? Страхи особенно эти возникли... Ну, я вот в своем курсе, который я читаю в Гопкинском университете, который называется «Эволюция рынков нефти и газа, мировых рынков нефти и газа и механизм защиты стимулирования инвестиций», я говорю о том, что в 49-м году известный такой человек, ну, в нашем мире, да... В 1949 году. В 1949 году геофизик компании Shell, которая, значит, имела американский филиал, вот там Марк Мэрион Кинг Хуберт, он обосновал свою, так называемую, кривую Хуберт, такую колоколообразную кривую, кривую, близкую к кривой нормального распределения, в соответствии с которой, да, добыча невозобновляемого энергоресурса будет сначала характеризоваться ускоренным ростом, потом выйдет на пик, а потом начнет снижаться. И вот это, соответственно, в силу невозобновляемого характера ресурсов и в силу неравномерности их распределения в недрах земли заложило основу для тех страхов, да, что, естественно, ресурс невозобновляемый, да, Вы начинаете добывать, сначала там скважина фонтанирует, потом вам нужно идти на методы, соответственно, повышения нефтеотдачи. То есть, каждая последующая тонна нефть вам ходит все дороже, дороже и дороже. И в конечном итоге у вас невозобновляемый энергоресурс, он может там исчерпаться. Говорили, соответственно, алармисты, да, но главное, говорили экономисты, да, у вас будет добыча все более дорогой, до тех пор, пока, соответственно, она не выйдет до такого уровня издержек на добычу, что вам станет выгоднее добывать другой, альтернативный какой-нибудь там энергоресурс. Скажи мне нефть, а газ там или уголь в конкурентах сверхиспользования. В 49-м году какие хронологические горизонты и пределы были поставлены? Вот Хуберт, он поставил два горизонта. Он сказал в 49-м году, когда США были крупнейшим экспортером нефти на мировом рынке. Почему не было сибирских месторождений? Этого еще, соответственно, не было, да. У нас, значит, только Поволжье, соответственно, осваивалось во времена Второй мировой, ну, Великой Отечественной войне начала осваиваться. Западная Сибирь до 70-х годов была еще очень далеко. А в это время на мировой арене основным экспортером нефти были Соединенные Штаты Америки. И в это время Хуберт говорит, ребятки, где-то в 70-м году примерно, 70-71 год, Штаты выйдут на пик добычи, и потом у них добыча пойдет резко вниз. Его все подняли на смех. В 56-м году, вот в период 49-56-го года, он отрабатывал свою теорию. Следующая такая фундаментальная у него была работа в 56-м году, когда он это подтвердил же. И говорит, что, а вот в мире, скорее всего, это будет где-то там в 2000-х годах. На рубеже 20-го столетия, до 21-го столетия мир с этим столкнется. И все его подняли все сна смех. Но когда в 1971-м году Штаты действительно вышли на пик добычи нефти, добыча пошла вниз, тут же все, соответственно, тут же вспомнили Хуберта. А Штаты добывали до 71-го у себя? До 71-го года они добывали у себя, у них была нарастающая добыча, потому что, ну, считается, что первая крупномасштабная коммерческая добыча нефти пошла в Штаты, в Пенсильвании, в 859-й год, полковник, так называемый, Дрейк, там и так далее. В 1971-м нефть американская на территории США кончилась. Да, она не кончилась. Просто добыча пошла вниз, потому что, ну, есть, так сказать, естественная, так сказать, кривая, такая вот имеет характеристику, сначала рост, потом, соответственно, некая, так называемая, полка, потом, соответственно, снижение. Это естественные дебеты, естественный уровень добычи при освоении одного отдельно взятого месторождения. И когда вы осваиваете эти газоносные бассейны, да, вы не можете все время добычу наращивать, да, потому что вы должны не только вводить новое месторождение, чтобы увеличивать добычу, но вы должны еще вводить новое месторождение для того, чтобы, так называемое, обеспечивать возмещение выбытия, падение на этих месторождениях. И поэтому Штаты вышли на пик добычи, когда, соответственно, новые месторождения, которые они вводили, становились более мелкими, более удаленными, более труднодоступными, да, в силу этого, соответственно, у них больше уходило открываемых месторождений на компенсацию падения добычи на месторождениях действующих, да, и в силу этого статы вышли на пик добычи, и потом у них добыча, соответственно, пошла вниз. И тут все, соответственно, поняли, что, а, Хуберт это предсказал, и стали дальше некритически использовать его теорию применительно ко всем другим странам, так сказать, к миру, там, к отдельным провинциям и так далее. Я видел, соответственно, работы, которые там для какой-нибудь отдельно маленькой страны, которые там, не знаю, так сказать, ноготок мизинца на карте, да, в которых и ресурса нефти-то нет, там используют вот эту кривую, то есть, которую начинали просто использовать как технический такой инструмент. Но Хуберт ошибся в отношении 2000 года. Почему? Потому что ни в 49-м году, ни в 56-м году он не мог предсказать, естественно, тех достижений научно-технического прогресса, а научно-технический прогресс это капитал-ъемкое мероприятие, да, вы вкладываете деньги сначала в фундаментальные научно-технические, так сказать, опытно-конструкторские работы, должна мысль работать, а потом вы должны внедрять эти новые технологии, это требует времени и денег. И он, естественно, не мог тогда увидеть развитие новых технологий, а главное, он не мог увидеть того взлета цен на нефть, который произошел в 70-е годы, когда по политическим соображениям, там, страны-члены ОПЕК, которые к этому времени, так сказать, сконсолидировались, набрали силу, это отдельная история развития там рынка нефти, они подняли за 70-е годы цену на нефть в 20 раз. И это резко расширило возможности для новой добычи. То есть, с действующими технологиями в новых районах, то, что у вас было невыгодно при 2 долларах за баррель, стало выгодно, соответственно, когда цель у вас залетела в 20 раз, при 40 долларах за баррель, это очевидно. И это резко расширило предложение нефти, потому что дало возможность выходить уже не только с добычей нефти благоприятные там условия, скажем, аравийского полуострова, где тепло, жарко, соответственно, даже, где нефть залегает там на глубинах, там, несколько сот метров, когда она рядом, соответственно, с Персидским заливом, то есть, рядом с терминалами, с морскими, но стало возможность выходить на более глубокие горизонты, то есть бурить уже не на сотни метров, а на тысячи метров, стало возможным выходить, соответственно, новые технологии стали появляться на более глубоководный шельф, то есть резко увеличилось предложение нефти. И в силу этого Хуберт, конечно, этого не мог увидеть в 1949-1956 году, и он поэтому не мог увидеть, что вот это расширившееся предложение из-за эволюционного развития технологий, и затем из-за того, что было стимулировано развитие новых технологий с учетом 20-кратного роста цен, резко расширит предложение нефти. 2000-е наступили, прошли годы, нефть никак не кончается, придумали какую-то сланцевую нефть, начинает вообще нефть бурить где-то в Арктике, где очень холодно, то есть нефть никогда не кончится? Значит, ну, теоретически, скажем так, что она, безусловно, когда-то, может быть, закончится в недрах, но... А может быть, это все-таки возобновляемый ресурс? Она, безусловно, возобновляемый ресурс, просто темпы ее, так сказать, воспроизводства в недрах Земли намного медленнее, чем темпы ее срабатывания в рамках экономической деятельности. Поэтому теорий есть достаточно много, ее происхождение, там, органическое, минеральное, кто-то, соответственно, считает, там, я не геолог, поэтому, так сказать, только фоново слушал, слышал это, что, так сказать, вообще она, так сказать, где-то вот регулярно, там, с магмой, там, откуда-то, там, с мантией Земли, там, из центра Земли, так сказать, генерируется и так далее. То есть разные есть теории. Но когда мы говорим невозобновляемый энергоресурс, следует понимать, что это энергоресурс, который, ну, все энергоресурсы имеют, так сказать, солнечную природу, да, которые все-таки имеют определенные темпы воспроизводства, генерирования, создания, да, формирования в недрах Земли, но это очень медленный процесс. А срабатывание в результате той индустриальной модели развития общества, да, когда эти ресурсы используются весьма активно, да, эти темпы намного выше. Поэтому есть просто разница темпов, поэтому мы говорим, что она невозобновляемая, и поэтому рано или поздно она кончится, но она кончится не физически, она кончится экономически, потому что мы живем в экономическом мире, в мире сравнительных ценностей. И что нам выгоднее? Выгоднее, соответственно, добывать дорогую нефть или ее заменители. И заменители могут быть либо альтернативные энергоресурсы углеводородные, да, уголь, соответственно, там, или углеродный, так сказать, извините, углеводородный газ там, или углеродный, соответственно, уголь, или вкладывать деньги в меры по повышению эффективности использования этого энергоресурса для того, чтобы, соответственно, можно было бы получать большую гораздо отдачу с тонной нефти по сравнению с тем, что было какое-то количество времени тому назад. Андрей Коноплянник, профессор, советник генерального директора Газпромэкспорта. Так вот, хорошо, если на нашем веку ни газ, ни нефть не кончится, то они будут по-прежнему оставаться главными инструментами политических манипуляций на планете. Считается конспирологически, наши друзья-конспирологи говорят, что на самом деле политическими процессами управляют корпорации, всякие экс-мобилы, шеллы, газпромы и прочие тотали и эни. Ну, я бы сказал так, что можно назвать это конспирологической теорией, но можно взглянуть в эволюцию, то есть в историю развития взаимоотношений между принимающими странами, то есть теми странами, которые располагают с теми или другими ресурсами, и, соответственно, крупными международными корпорациями, которые, как правило, являются хозяйствующими субъектами так называемых, так сказать, материнских стран, в которых они зарегистрированы. Как правило, это крупные промышленно-разовственные страны, но у которых не всегда есть достаточное количество ресурсов, которые им нужны для экономического развития, которые из странок других. И тогда, опять-таки, я в своем курсе начинаю с того, что я начинаю рассматривать историю с человеческой цивилизацией. Что такое было колонии? Колонии – это были инструменты, механизмы, да, обеспечение поставок тех природных ресурсов, которых нет в материнских странах, например, там, благовония, например, там, какие-нибудь, когда не было у нас холодильников, да, нам нужны были специи. Для чего? Для того, чтобы иметь возможность сохранять продукты, да, и прочее, прочее, прочее. Затем, соответственно, когда стали добывать уже природные ресурсы, там, не знаю, какие-нибудь там, ту же самую нефть, там, металли, так сказать, какие-то там, руды, там, и так далее, и тому подобное. Первый был инструмент – это контролировать территорию, с которой потоком шли эти ресурсы в метрополию. Контролировали же не государства, а корпорации всякие. На уровне колонии это было сначала контроль государства, потому что, как правило, туда администрации сажались местные, стояли, соответственно, воинские контингенты и прочее, прочее. Потом это оказалось очень дорогим удовольствием. И тогда на смену государству прямому военному контролю за территорией пришли, соответственно, крупные корпорации, которые не обязательно всегда контролировали всю территорию. Но они занимались, скажем, добычей вот этого конкретного продукта и, скажем, на банановых плантациях. Они могли осуществить свой контроль, как маленькое такое было государство, да? А в нефти, например, в добывающих странах они получали там концессионные соглашения, которые давали им право на то, что все эти ресурсы, которые находятся на территории, точнее, в недрах вот этого участка территории, им принадлежат. Они получали монопольно-эксклюзивное право на разработку, за ним какие-то там большие отчисления принимающим странам. Но им тогда не нужно было контролировать всю территорию методами военного присутствия, методами своей там администрации. То есть они переходили на менее дорогостоящие или на более дешевые, то есть более эффективные с финансовой точки зрения методами решения, методы решения задачи поставок дефицитных в метрополии природных ресурсов из принимающих стран. Ост-Индская компания имела свои частные вооруженные силы и успешно покоряли Индию и прочее. Ну, как у нас сегодня, например, так сказать, многие компании, у которых есть трудные, ну, тот же самый возьмем «Газпром», у него, соответственно, есть газопроводные сети, у нас есть военизированная охрана этих труброводных сетей, потому что нужно защищать, ну, в случае там от туристических атак, там, от чего-то еще. Ну, история повторяется. И это есть всегда некий нормальный элемент. Кто главный оператор в вашей картине мира? Социалистическое отечество, когда в опасности, да, говорил Владимир Ильич, оно должно быть надежно защищено. Поэтому любой актив, который имеет ценность, он должен быть надежно защищен. В любой крупной корпорации у вас есть служба безопасности и так далее. То есть, другое дело мера, да, как говорил, значит, товарищ Авиценна, да, все есть яд и все есть рекарства, и только мера превращает одно в другое. Поэтому служба безопасности может превратиться в военизированную армию, да, большую, маленькую, там, или какую-то еще, а она может выполнять с другой стороны службы безопасности те свои конкретные, так сказать, небольшие задачи, которые просто будут не допускать разных ЧП по каким-то причинам. На геополитическом уровне, когда речь идет, скажем, о рассмотрении новостей всяких разных информационных агентств и телеканалов сегодняшнего дня, что-то происходит в Иране, что-то происходит в Сирии, что-то происходит в Мьянме, в Бирме. Потом, когда начинают рассматривать конспирологи, хитроумные, они думают, что они хитроумные, рассматривать карты, вдруг выясняется, что там какие-то трубопроводы лежат. И вообще за всем политическим беспорядком и вооруженными конфликтами стоят интересы путных корпораций, будь то нефтегазовые или какие-нибудь горнорудные. Для этого не обязательно быть конспирологом, для этого просто можно быть здравоохранительным человеком, чтобы понять, когда у вас есть дефицит чего-то, то в погоне за дефицитным каким-то ресурсом иногда бывают все средства хороши. И дефицитный ресурс в условиях, когда была кривая Хуберта, которая говорила о том, не критическое, точнее, ее использование, что ресурсы природные, они в дефиците. Нефть, какие-нибудь металлы, сырье другое и так далее. Чем занимается крупная любая корпорация? Она заинтересована в том, чтобы разрабатывать крупные масштабные проекты, для того, чтобы вкладывать огромные инвестиции, получать на эффекте масштаба низкие удильные затраты, но при этом большой объем поставок этого ресурса в национальную или мировую экономику. В силу того, что ресурсы неравномерно распределены в недрах земли, всегда при наличии большого количества ресурсов, большого количества выбора жизни и месторождения, идет борьба за самые, что называется, лакомые куски. За самые крупные, потому что они дадут наибольшую экономическую эффективность. И тогда возникает, с одной стороны, интерес принимающих государствах, чтобы пришли крупные корпорации осваивать эти ресурсы, потому что они дадут за собой вслед разные косвенные мультипликативные эффекты, потому что освоение любого месторождения, любых ресурсов, это строительство дорог, инфраструктуры, создание рабочих мест. Абсолютно верно. Это экономический рост в этой стране. Ну и возможность там подворовать чего-нибудь, если это какая-нибудь там не очень, соответственно, прозрачная бюрократическая структура. Но в этом же интересованы крупные корпорации. В 21 веке кто важнее на международной арене? Крупные корпорации или государства? Кто, чей инструмент? Кто, кем руководит? Ну, я скажу так, что важны оба. По той простой причине, что эта дискуссия, вот тот вопрос, который, соответственно... Семья Джорджии Буши была известна тем, что была близка к крупнейшим руководствам. Ну, любая семья, так сказать, крупная, всегда может найти какие-нибудь там вот корни в каком-то, соответственно, бизнесе, потому что все они крупные семьи, так сказать, обеспеченных людей. Значит, в 60-е годы была в ООН очень интенсивная дискуссия. Кто важнее как раз? Суверенное государство или трансноциональные корпорации? Существовала даже такая специальная комиссия в ООН по трансноциональным корпорациям, которая вела эту дискуссию. Значит, в итоге закончилась дискуссия тем, что пришли к выводу, что мы живем все-таки сегодня в эпоху суверенных государств. Поэтому формально суверенное государство, безусловно, оно гораздо выше, чем корпорация. Но это означает, что суверенные государства бывают разные. Бывают сильные, большие, развитые, а бывают достаточно слабые. Поэтому все зависит от соотношения масштаба, между масштабом корпораций и масштабом государств. Представить себе, что, условно говоря, в моей стране может прийти какая-то отдельно взятая корпорация и навязать какие-то свои интересы, мне довольно сложно. Но коль скоро, вот вы уже упоминали в СУИ, ООН-интийскую кампанию, всякие разные, так сказать, банановые республики и так далее и подобное, сегодня наличие банановых республик, насколько мне известно, в той же, скажем, Центральной Америке, или Латинской Америке, это все-таки еще не пережиток прошлого, это не изжитое еще явление, там, соответственно, такое есть. Поэтому я прекрасно понимаю, что если крупная корпорация приходит в какую-то страну, в африканскую, в латиноамериканскую, на постсоветское пространство, в Азию, куда-то еще, и выясняется, что масштаб ее деятельности, оборот ее деятельности, сопоставим, условно говоря, с ВВП этой отдельно взятой страны, значит, понятно, что при внешнем формальном соблюдении суверенитета, да, но диктовать-то условия будут, соответственно, эти корпорации. Но это не означает, что это единственный такой пример. Мы таких примеров видим очень большое количество, когда взаимоотношения между разными государствами, вассал и суверен, ну, прошу прощения, близкая мне тема, мировая стилистическая система, да, значит, понятно, что в рамках стран-членов СЭФ, да, многие решения принимались в Москве. Молодежь даже не знает, что такое социалистическая. А, ну, Совет экономической запомощи, который СЭФ, да, вот, это имело определенные, соответственно, минусы с точки зрения, вот мы сегодня это пожимаем, когда страны, бывшие СЭФ, которые переступили, значит, в ЕС, считают, что вот они находились там после Второй мировой войны, хоть мы их там освободили, да, во Второй мировой войны, они находились под красным гнетом там Советского Союза, там мы им препятствовали и так далее, забывая при этом, что мы им поставляли там, покупая их лояльность по дешевым ценам, соответственно, наши энергоресурсы, по льготным ценам, когда там две трети примерно от уровня мировой цены, это была цена поставляемых в эти страны нефти и газа, мы строили там крупные нефтеперерабатывающие заводы, они перерабатывали наши энергоресурсы по мировым ценам, потом продавали уже это сырье, так сказать, дальше на Запад. Эти вещи как бы забываются, но вот то, что у них не было как бы суверенитета полного, да, и они не могли самостоятельно принимать решения без согласования, словно говоря, с Москвой, это обеспечивало нам, скажем, надежную прокачку наших энергоресурсов через территорию этих стран в Европу. То есть консолидированное вот это принятие решений, да, оно обеспечивало нам минимизацию многих рисков. Поэтому вот систему взаимоотношений между вассалом и сувереном, между принимающей страной и крупной транснациональной корпорацией, это не всегда плохо. С точки зрения экономики, здесь могут быть выгоды и для той или другой страны. Сейчас в Европе происходят любопытные то ли интеграционные, то ли наоборот дезинтеграционные процессы. Как с точки зрения специалиста по экономике нефти и газа, что происходит? Очень хороший вопрос, Андрей. Потому что мне на самом деле тема близка. Вот сейчас у меня выходит в журнале «Нефтегазовый вертикаль» как раз статья, где я вот немножко размышляю на эту тему. Значит, я не хочу обижать своих европейских друзей, но, собственно, они, так сказать, и имеют соответственно со мной дело, потому что они знают, что я в любой аудитории все равно, так сказать, ну что вижу, что пою. Я высказываю свою точку зрения. Вот это моя точка зрения, которая что вот у вас в аудитории, что на страницах нашего журнала, что в Европе, где я вот буду выступать на европейской газовой конференции вот на будущей неделе, и 31-го мой там доклад, я буду говорить об этом же. Вот я считаю, что сейчас в Европейском Союзе есть риск возобладания дезаградоциконных тенденций, который сильно замешан на энергетическом компоненте. Я объясню более подробно, насколько это возможно. Значит, я вижу сегодня, что Европа стала столкновением, площадкой, место, так сказать, для столкновения, значит, более дешевых поставок российского трубопроводного газа, и не начавшихся еще, крупномасштабных, но не только запланированных, но уже профинансированных, потому что инерция инвестиционных процессов, она довольно устойчивая инерция, запускаются, вводятся заводы по экспорту американского СПГ, которые должны нанести свои рынки сбыта. СПГ? Сжижный природный газ. Это огромными танкерами, то, что переводится. Это может переводиться с огромными танкерами, и все почему-то считают, что это вот огромные танкеры, но это только одно направление, когда технологии сжижного природного газа фактически представляется виртуальный трубопровод, скажем так. Когда вы не можете, скажем, по трубопроводу поставить газ из Америки в Европу, вы строите завод по сжижению на побережье США огромными танкерами, действительно, как вы правильно сказали, чтобы получить эффект масштаба, этот, соответственно, танкер гоните. Ну, хочется европейцам, чтобы в Европу, на самом деле, все американские, большая часть американских поставок пока идут в Латинскую Америку, в Азию и так далее, потому что европейцы привлекателен. Конкуренция между трубопроводным российским газом и жирным американским. Вот я считаю, что это ключевой элемент в том, что сегодня разыгрывается бывшими странами-членами СЭФ или, скажем, новыми членами Европейского Союза как карта, такая ответная, что ли, карта реакции этих стран на ту вторичную роль, которую они получили в Евросоюзе после вступления туда. Они ожидали, что они будут равными среди равных. Кто это? Ну, это страны, бывшие страны, начиная сверху. Значит, ну, во-первых, три страны. Балтия наша, да? Бывшие члены, значит, СССР, страны, республики СССР и дальше. Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Болгария и прочие, прочие. Эти страны-игроки на всемирной арене? Нет, эти страны, они игроки в Европейском Союзе, потому что в Европейском Союзе решения принимаются консенсусом. И вот в этом Европейском Союзе после 2004-2007 года, когда эти страны туда, соответственно, были приняты, стал назревать раскол. Раскол стал назревать в связи с тем, что в 89-80-м году, когда случились бархатные революции, когда система СЭФ распалась, и страны, бывшие члены СЭФ сразу сказали, что ребята, мы хотим убежать от Советского Союза, мы хотим вступить в ЕС. Их выдерживали 15 лет и готовили к тому, чтобы они жили по правилам, которые существуют в Европейском Союзе. У них было ожидание, что если нас так готовят, значит, мы войдем, станем сразу равными среди равных. Сейчас эти новички играют за американский жижный газ. Сейчас я объясню. Они именно играют за американский жижный газ. Я объясню почему. Когда они увидели, что они там страны второго сорта, они не стали получать, они рассчитывали на это дело, они не стали получать тех финансовых вливаний из Брюсселя, которые могли бы быстро поднять их уровень экономического развития до уровня развития старых стран ЕС. Потому что у них действительно был разрыв большой в уровне развития. Они считали, что когда они станут членами ЕС, произойдет это выравнивание. Значит, чего? Пойдут потоки инвестиций из Брюсселя, из старых стран. Этого не произошло. Что, пример Германии, когда до сих пор существуют две Германии, что существует два Европейского Союза. И тогда, для того, чтобы натянуть на себя какие-то финансовые потоки, они стали разыгрывать карту, что есть Кремль, есть анарктическое оружие Кремля-Газпром, который очень высокие для них цены ставит. Вообще Россия, который агрессор, который им угрожает. И поэтому через инструменты НАТО, куда входят уже не только Европа, но и США, они стали затаскивать на себя не только финансовые потоки, но и материальные потоки уже чисто американские через, значит, Брюссель, через голову Брюсселя. То есть размещение военных баз, а размещение что такое военных баз? Это создание новой дополнительной инфраструктуры. Это те же деньги. Та же самая занятость, рабочие места и так далее. То есть получается, что американцы в данной ситуации, получая выгоды чисто экономические для себя, потому что дополнительные заказы для того же военно-промышленного комплекса, и прочее, прочее. Я марксист, я исхожу, так сказать, чисто из экономических соображений. Они стали использовать площадку этих стран, для того, чтобы можно было, работая вот на этом расколе, который есть между новыми странами и старыми странами, решать, соответственно, свои военные проблемы, приближаться к нашим границам, расширениям наших, НАТО на восток. Но сегодня, я вот вижу, в 2017 году, это создание площадки, для того, чтобы можно было обеспечивать сюда поставки американского СПГ путем строительства заводов по реализификации этого СПГ в Свиноусте, в Польше, в Клайпеде пришел танкер, соответственно. Так, Андрей Александрович, тут уже названия, в которых я путаюсь. Я хотя бы... Понятно. Ну, в общем, на севере вот этих стран пояса... Ну, а при этом Россия развивает сжиженный газ где-то на Ямале. Ну, Россия развивает сжиженный газ, это развитие, соответственно, идет, так сказать, другими компаниями. И тоже куда-то отправляет сжиженный газ? Она собиралась отправлять этот сжиженный газ, в первую очередь, в Азию. Почему? Потому что сложилась такая в мире конъюнтура. Ну, мировой рынок нефти только сейчас формируется, да? Какие ли сжиженного газа? Газа вообще. Есть мировой рынок нефти, мирового рынка газа пока нет. Но он активно сейчас формируется по мере развития СПГ. И поэтому есть региональные рынки газа, евразийские там, или, скажем, Россия, Европа, американские, да? Юго-Восточная Азия, да? Где разный уровень цен, разная ценовая конъюнтура. И когда случилась вот американская сланцевая революция, да, мы можем об этом отдельно поговорить, то США, это энергетический остров, де-факто, до 16-го года, пока не было возможности экспорта сжиженного природного газа, шло активное наращивание добычи, да? Но как это бывает, когда вы накачиваете, соответственно, мячик, да, давление в мячике повышается. Когда вы увеличиваете предложение газа, да, то цены на газ падают. В Штатах резко, соответственно, снизилась цена на сухой вот этот добываемый газ. И стало тогда выгодно его сжижать и отправлять, соответственно, считалось так, что до 14-го года, пока цены были на нефть на очень высоком уровне, да, и все, так сказать, развитие американского сланцевого газа рвануло вверх, где-то в промежутке, там, после седьмого года, вот в это время принимались окончательные инвестиционные решения по вводу в эксплуатацию, сейчас закончу фразу, да, заводов по сжижению американского газа, исходя из предположения, что та высокая конъюнтура цен на сжиженный природный газ, которая существовала в начале нынешнего десятилетия в Японии, после известной Амарины Фукусима, да, когда атомная станция, авария, закрыли другие атомные станции, но выработка электроэнергии должна продолжаться, поэтому на смену атомным станциям пришел СПГ, резко увеличился спрос на СПГ, резко взлетели цены на СПГ. И в расчете на этот рынок пошло развитие американской промышленности сланцевого, жирного природного газа, развитие, соответственно, вот этих крупных международных перевозок, да, для того, чтобы можно было, соответственно, реализовать разрыв по цене между той ценой, которая является, ну-ка, де-факто, ценой низкой на сухой газ, которая является сырьем для сжижения, и той, соответственно, высокой ценой на жирный природный газ, которая существовала в Азии. Но после 2014 года, когда цены, соответственно, упали на рынке нефти и привязанные к цене на нефть, цены на жирный природный газ тоже упали, потому что сегодня, за исключением Соединенных Штатов Америки, цена на жирный природный газ определяется в прямой привязке к цене нефти. Растет цена на нефть, растет цена на жирный природный газ. Падает цена на нефть, падает цена на жирный природный газ. Это тоже объяснение, так сказать, есть определенное, Поэтому, когда сегодня цены на жижный природный газ в Японии упали, нужно американскому газу искать площадку. Где ему найти эту площадку? И очень хорошая площадка, когда возникает Европа, где разыгрывая карту противоречий между новыми странами, членами ЕС и Брюсселем, с одной стороны, новыми странами, членами ЕС и России, с другой стороны, пытаются насыпать, как я называю, битовое стекло в кроссовке конкурентов. То есть, когда уже встречается конкуренция, любые методы хороши. И начинают работать политические методы по созданию барьеров административных, экономических и так далее, российского газа, для того, чтобы он мог беспрепятственно входить на европейский рынок, идет расчистка площадки для будущих поставок американского СПГ, которые в любом случае сейчас должны будут нарастать. Мы благодарим Андрея Конопленника, профессора, советника генерального директора Газпромэкспорта. Будем наблюдение продолжать. Профессор РГУ «Нефти и газа» имени Губкина. Профессор. Вы вызываете профессором, а не говорите, профессор где. Профессор это все-таки... Профессор российского государственного университета «Нефти и газа» имени Губкина, кафедра международного нефтегазового бизнеса. Вот Андрей Конопленник на неизвестной планете. А меня зовут Андрей Мартынов. Профессор «Нефти и газа» имени Губкина.